Всем привет! Сегодня я вам расскажу об интересной функции, которая есть на iOS устройствах, на iPhone, iPad и так далее. Это функция Assistive Touch. Вот здесь есть вот такая иконка, в которую прозрачность можно тоже менять. Она двигается, можете перемещать ее по экрану, поверх, в любое место. И это иконка с настройкой различных функций. Сейчас я вам покажу, как ее найти и настроить. Здесь ее можно найти в основных, ну и так дальше. По ходу, универсальный доступ. Так, ну, чтобы долго ее не искать, введем английскую букву А. И сразу нам, вот, путь, основной универсальный доступ. Ну, чтобы, сразу нажимаем. Вот она, Assistive Touch. Включена. Вот можно ее выключить, иконка исчезла. Мы ее включаем, иконка появилась. Здесь есть настройка. Вот, непрозрачность покоя 40%. Записывать можно новые жесты. И вот самое главное, меню верхнего уровня. Вот сколько есть у меня. Можно 8 знаков сделать. Их можно убавлять. Как видите, убавлять, добавлять. Здесь можно настроить самые необходимые, нужные вам функции. Добавить. Вот как добавить. Здесь есть список. Например, многозадачность. Готово. Вот она у нас появилась. И также настраиваются все остальные функции. Тут вы можете посмотреть их целый список. Выбрать те, что вам нужно. Итак, вот, опять же говорю, нажать нужно зажимать снимок экрана две кнопки. Здесь одним пальцем вы управляете с помощью этой ассистив тач. Также, когда много у вас открыто, многозадачность. Надо два раза нажать на кнопку. Здесь тоже вы открываете многозадачность. Вот так, одним движением. Ну, в общем, полезная функция. По крайней мере, можно попробовать поиграться. Правда, есть один минус. Иногда она мешает. И когда вам нужно нажать на какое-то окошко, вот, допустим, вы можете промазать и вместо открытия окна нажать на этот. Ну, ничего. Перемещается оно. По крайней мере, если вы никогда не пробовали, советую вам просто попробовать несколько дней с ней пожить. Возможно, вам понравится. Все, спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok